Здравствуйте! В эфире Вести про выходные. Программа о том, как интересно использовать провести наступивший уикенд. И подробнее об этом расскажу вам я, Юлия Логачева. В клубе выходного дня областной детской библиотеки это воскресенье посвящают футболу. Узнать об игре, известных спортсменах, правилах и самим погонять мяч ребят приглашают к 12 часам. В кинотеатре Монс-Синема что в ТРЦ карнавал в эту субботу проведут детский праздник в гавайском стиле. Юных тамбовчан и их родители ждут тематические игры и развлечения. Приходите, организаторы обещают, что будет весело. Вход свободный, начало в 16.00. В театре кукол в субботу в 11.00 маленьким зрителям покажут теремок, а в 5 часов вечера старую сказку. Русское слово лад основа отношений не только внутри семьи, но и отношений старшего поколения с детьми. Лад это путь и средство воспитания. Жить в ладу, говорили в старину на Руси. Вот о чем второй спектакль. А в воскресенье на сцене куколки в 10.30 и в 12.30 представят полосатую историю. Спектакль о правилах дорожного движения. В увлекательной познавательной форме ребятам расскажут об опасностях, которые ожидают юных пешеходов, велосипедистов и пассажиров на проезжей части. А также о том, как нужно правильно вести себя на дороге, чтобы избежать катастрофы. В Тамбовском молодежном театре в эти выходные состоится долгожданная премьера спектакля о первой влюбленности, первом поцелуе и настоящей любви к театру. Это постановка Маркус и девочки. Неразделенная влюбленность в лучшую девушку школы, верная дружба и взаимопомощь. Герои спектакля создают в школе любительский театр, в котором ставят пьесу великого Шекспира Ромео Джульетта. Сквозь череду невероятных событий, смешных ситуаций, эксцентричных танцев, клоунаду, зрители почувствуют и печальную ноту. Ведь Маркус, главный герой сценического действия, играет в школьном театре трагическую роль. Начало представления в субботу и воскресенье в 18.30. В воскресенье в картины галереи проведут мастер-класс. Желающих создать аппликацию своего генеалогического древа приглашают к 13 часам. Количество мест ограничено. Цена билета 150 рублей. В эту субботу Ивановка отмечает 36 день рождения. В 13.30 в усадьбе Рахманинова стартует региональный слет добровольных пожарных. В программе показательные выступления и практическое применение первичных средств пожаротушения. Через полчаса там откроют выставку музыкальные образы Светланы Богатырь. В 15 часов концерт фортепианной музыки дадут лауреаты международных конкурсов Людмила Сбитнева, Лариса Лян и Галина Седых. Сразу после них выступит женский камерный хор Российской академии художеств. В 5 часов вечера праздник продолжит киновикторина. А в 18.00 гостей приглашают к столу именинника с чаем и сладостями. В 8 вечера торжество разбавит молодежная дискотека. В 9 фейерверк, но завершат всю ночную экскурсию в 21 час. А теперь анонсы для любителей активного отдыха и поклонников здорового образа жизни. Эти выходные не дадут вам засидеться на диване. Уж поверьте. Так любители активного образа жизни снова соберутся на бесплатные 5-километровые забеги Парк Ран. Для того, чтобы принять участие в движении, необходимо зарегистрироваться на сайте. Если вы побежите первый раз, принесите личную карточку. Без нее результат не учтут. Старт в 9.00 в субботу в Парке Дружба. Если вы любите заниматься на свежем воздухе, тогда приходите в Парк Дружба и в Воскресенье. В 11.30 всех желающих приглашают на функциональную тренировку. 16 июня в Парке культуры и отдыха стартует городской чемпионат по набиванию футбольного мяча. В течение месяца каждую субботу в Горсад приглашают всех желающих испытать силы. Начало турнира в 12.00. Принять участие могут все без исключения, независимо от пола и возраста. Каждому дадут 5 попыток. Важные уточнения. Не забудьте заранее зарегистрироваться у администратора группы ВКонтакте. Финал проведут через месяц. Главным трофеем станет мяч чемпионата мира All Stars, который победителю вручит игрок ФК Тамбов. На базе отдыха Голдын в эти выходные состоится большое фитнес-событие. Приглашают всех желающих. Дмитрий Брагин участник международных фитнес-конвенций. Персональный тренер из столицы даст мастер-класс по дип-ворк и эволюшн-файт, а также проведет семинар в Фиттер Кросс, участники которого получат специальные сертификаты. Для гостей инструкторы лучших фитнес-клубов Тамбова проведут тренировки по различным направлениям. Также в программе волейбол, футбол, веревочный парк и пляжная вечеринка. Старт в субботу в 10 утра. Экстрим-центр Крылье в эти выходные превратится в территорию взлета. На фестиваль под таким названием Тамбовчан приглашают в эту субботу к 12 часам. В программе соревнования на батутах и скалодроме, выступления лучших спортивных коллективов города, впечатляющие мастер-классы и квесты, спортивные эстафеты для детей, соревнования по аэрохоккею, розыгрыш интересных призов. Приходите, будет интересно. Эти выходные точно порадуют и тех, кто соскучился по зажигательным танцам. 17 июня на крыше торгово-развлекательного центра Рио, шестой сезон уличной латины. Гостей ждут мастер-классы, показательные выступления, а также хип-хоп, дэнс-холл, сальса, бачата, зумба и даже вальс. И все это под аккомпанемент зажигательного диджея. Вход свободный, начало в 18.00. На стадионе «Динамо» в это воскресенье Федеральная регбийная лига проводит чемпионат СФО зоны Юг. Тамбовчане встречают соперников из Воронежа. Начало матча в 11.00. И о киноновинках. В четверг в прокат вышел мультфильм «Суперсемейка. Вторая часть». После событий «Первые» они стали пользоваться повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем ее муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольными собственными суперспособностями. Однако с семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствие суперсемейки угрожает новой могущественной враг. Суперсемейка 2. Ответственные родители – это настоящие герои. Ответственные. Также вы сами можете поделиться интересными планами, впечатлениями и предпочтениями в группе нашей программы в соцсети ВКонтакте. Я же на этом с вами прощаюсь. Проведите эти выходные продуктивно, с пользой не только для тела, но и для души. Субтитры создавал DimaTorzok